После захода солнца центральный проспект Краевой столицы превращается в гоночную трассу. Практически каждую ночь здесь зарубаются на светофорах, гоняют на перегонки или хачат. Причем многие приняв на грудь изрядную дозу алкоголя. Только за последние полтора года здесь произошло несколько резонансных ДТП с участием БМВ 5 и 6 серии. Алексей Бекташев и Александр Руденко. Их имена знает вся страна. По их вине погибли в общей сложности пять человек, в том числе маленькие дети. Оба были нетрезвы и мчались на бешеной скорости на сигнал «Стоп». А в конце прошлой недели по Ленинскому гонял водитель, не имеющий прав. Он проехал на красный и врезался в ладу. Госпитализировано 4 человека. Местные жители бьют тревогу, они напуганы всплеском ДТП. Между тем, барнаульские автоэксперты призывают к повышенной внимательности на дорогах. В Ленинске можно обезвредить, так скажем, лежачими полицейскими. Они найдут другие участки, все равно эти гонки будут. Поэтому, конечно, нужно работать здесь со всех сторон. Да, и со стороны госавтоинспекции какие-то меры ужесточать, патрульные службы выставлять. Другие автоэксперты считают, что ежедневное патрулирование, хотя и сократит число ДТП, но картина поменяется лишь, когда вырастут штрафы за нарушение ПДД. В России они ничтожно малы. Если задуматься, то штраф за пьяную езду всего 30 тысяч рублей. В Европе даже за незначительное ДТП нарушитель отвечает по всей строгости закона и платит огромные штрафы. У меня один мой знакомый, переехав в Германию, попал в ДТП и врезался в дерево. Так вот, он за все про все, за ущерб дереву, за те нарушения, которые он совершил, он отдал полторы тысячи евро. То есть на наши деньги это сто с чем-то тысяч. В России наезд на дерево тоже оформляют как ДТП, но никакой административной ответственности за это виновник не понесет, пояснили сотрудники Барнаульской госавтоинспекции. В правилах дорожного движения есть наезд на животное, на человека и прописано соответствующее наказание. Правда, зачастую пострадавшим или родственникам погибшим нужно пройти семь кругов ада, чтобы виновник в конце концов получил реальный срок. Валентина Аскерова, Андрей Печеркин. Наши новости.